Приветствую всех! Меня зовут Липовская Наталья, я учусь на четвертом курсе экономического факультета в Российском университете Дружбы Народов. И в ближайшие пару минут я расскажу вам о том, каким, по моему мнению, должен быть настоящий лидер, о проблеме саморазвития и лидерства среди студентов сегодня, и о том, какие шаги в этом направлении делаю я и какие цели планирую достичь. Я считаю, что прежде всего лидер должен быть ответственным. Ответственным за свои слова и поступки, за своих родных и близких, а также за команду, за людей, которых он ведет за собой. Для достижения результатов людям необходима поддержка и вдохновение. И здесь следующая задача лидера – уметь почувствовать всех своих, скажем так, подопечных. Но, что самое главное, лидер должен быть сам частью этой команды, то есть не указывать, что делать, а делать вместе со всеми и идти к поставленной цели. Учеба и жизнь в Москве предоставляют огромные возможности для саморазвития. И с первого курса я считаю важным не только учиться на отлично, но также участвовать во всевозможных мастер-классах, мероприятиях, которые проводят крупные компании для студентов. Это тренинги, решения кейсов. Это не только информация, но и новые идеи, огромный опыт, проверка своих возможностей, а также знакомство с единомышленниками, с людьми со схожими ценностями, целями, приоритетами. И за несколько лет мне удалось создать определенный круг общения, свою команду. Я была капитаном команды на предметных олимпиадах муниципального и регионального уровня. И не раз мы становились командой года. Также крепкое сотрудничество сложилось с ребятами после моего участия в Международной олимпиаде по философии, которая проходила в Афинах. Я была в составе российской команды. Я думаю, что для каждого лидера, общественного деятеля, предпринимателя очень важен фидбэк. Отдача от зрителей, слушателей, клиентов, всех тех, чью жизнь мы можем сделать лучше. И я это поняла на собственном опыте, так как была вожатой в детском лагере, капитаном команды, активистом в школе, в университете я староста группы. Также у меня есть опыт проведения семинаров для ребят на тему лидерства и тимбилдинга. А в свободное время я снимаю видеоблог о жизни в Москве для части моей команды из родного города Рыбинска. На ближайшее время моя цель – организовать в университете клуб по решению бизнес-кейсов, где студенты смогут применять свои знания на практике, обсуждать возможности трудоустройства, а также быть в курсе всех последних важных новостей. Я знаю, что могу поделиться опытом, который есть не у всех, помочь ребятам вовремя вступить на путь успешных людей, создать себе правильное окружение, помочь не замыкаться, не останавливаться на достигнутом, развиваться. И в заключении хотелось бы сказать, что есть мечты, а есть цели. И важно чувствовать разницу.